Слава Украине! Всем доброе утро! Ребята, сегодня будут видео, скорее всего, не часто, потому что я еду в одно место, которое вам будет интересно потом посмотреть. Я оттуда сделаю видосик, сейчас не буду говорить, куда я еду, но будет очень интересно, да. Но пока что я вам расскажу о санкциях, которые будут предприниматься в отношении так называемой России. И тут многие расисты говорят, что вот, мол, санкции не получится, потому что Венгрия не согласится, Австрия не согласится, Германия не согласится. Я имею ввиду санкции нефтяные прежде всего, потому что нефть это от 40 до 50% расистского экспорта. И это где-то более 10% от всего российского бюджета. То есть, представьте себе, какой удар, если с нефтянкой что-либо произойдет. Так вот, все согласятся на все. Значит, во-первых, Германия и Австрия, мало того, что они согласились с новыми санкциями, именно в отношении нефтянки, Германия вообще заявила, что вот эти сроки, которые они себе определили по отказу от российской нефти, то есть, конец декабря нынешнего года, они затянуты, и Германия откажется от нефти расистов уже летом. То есть, с июня по август они откажутся, буквально через месяц, два-три, все. В сентябре они ни капли нефти покупать уже на России не будут. Привет. А Германия – это огромный покупатель. Это не большой, это самый большой из всего, что у них есть. То есть, можно сказать, что ку-ку, пишите письма. Польша тоже самое заявила. Польша тоже большой покупатель был когда-то, пока еще Россия окончательно не свихнулась. И остальные страны Европы тоже самое. Франция заявила тоже самое. Великобритания вообще уже прекратила. То есть, дело расистов швах в этом плане. Попа Австрии. Австрия заявила, что то же самое, они откажутся. Они уже нашли альтернативный источник поступления нефти. Благо, их море – это не газ. Это все очень просто заменяется в этом мире. И, собственно говоря, на этом все. Не будут они у России покупать ничего. Осталась Венгрия и Словакия. Словакия. Действительно, у них ситуация сложная. Им тяжело где-то что-то найти. Но для них будет сделано исключение. И они мизерный покупатель. В отношении, по сравнению с Германией, они, может, 1% покупают. Того же покупает Германия. То же самое по Венгрии. Ей тоже будет сделано исключение. Соответственно, вот в этих санкциях они будут прописаны. Там будет прописан график для каждой страны по отказу от российской нефти. Отказ произойдет в течение нынешнего года. Полный отказ. А Словакии и, скажите мне, Венгрии, ну, будет дан срок. Но дело в том, что, опять-таки, они же покупают 3 капли. Это не бизнес. Как говорится, это не те деньги, на которые рассчитывал Путин. Путину нужна прежде всего крупные покупатели. Это Германия, Италия, Франция, Испания. Ну, вот эти, у которых огромная экономика. Польша. Это огромная экономика, которая покупает огромное количество нефти. А Венгрия и Словакия, ну, это слезы по сравнению с тем, что покупают те. Вот. Короче говоря, эмбарго вступает в силу. Причем не когда-то там, а уже в этом году. Причем не когда-то там, а уже вот сейчас летом. Более того, оно будет вводиться поэтапно. Помните, по российским кораблям, когда им запретили вход в Евросоюз, там было сделано исключение для танкеров. Ну, так вот, его тоже не будет. Вот так вот. По танкерам теперь ситуация следующая. Первый, первый шаг будет отказ от российских танкеров. Вообще, от танкерной нефти из России в Европе. Причем российской нефтью считается любая нефть, смесь. Либо любой бензин. Любая-любая солярка. Либо мазут. Вот, где есть хотя бы одна капля нефти из России. Она там появилась. Все. Вся нефть грязная. Бан. До свидания. Будьте здоровы. Если российские думают, что они начнут смешивать свою нефть, допустим, я не знаю, с условной нефтью из Бахрейна, это не получится. Или из Ирана. Не получится. Вся нефть моментально объявляется грязной, санкционной. Выливайте ее Путину в бункер. Все. Больше некуда. Вот так вот, ребята. То есть, санкции наступят очень скоро. Российский бюджет окажется. Они говорят, что это 10-11% бюджета. Ребята, это намного больше. Это намного больше. Это Россия ничего не производит. Поймите. А в этих условиях, когда ушли практически все западные компании, которые поддерживали хоть сколько-нибудь, какое-нибудь производство, кроме лаптей, балалаек, автомата Калашникова, и то вряд ли бы металла нет. И матрешек они выпускать не смогут вообще ничего. Увидите. А, щи в банках трехлитровых будут выпускать. Хоть что хочешь, то и полощи. Слава Украине. А, щи в банках трехлитровых будут выпускать.